Добрый день, дорогие друзья! Искренне рад вручить сегодня в Кремле высокие награды Родины ярким, талантливым, достойным гражданам нашей страны. Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд – это значимый вклад в развитие России. И, конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь – это пример напряжённого труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны. Стремление сделать для неё как можно больше – добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему. Среди награждённых и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так известны. Но всех вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и Отечеству. Полными кавалерами Ордена за заслуги перед Отечеством стали Юрий Фёдорович Бугаков и Владимир Абрамович Этуш. Без малого 50 лет посвятил Юрий Фёдорович сельскому хозяйству. Многие годы он возглавляет в Сибири крупный агрокомплекс, который при всех экономических укладах крепко держит звание передового. Именно благодаря таким прогрессивным, умным, рачительным и заботливым руководителям успешно развивается российский агропромышленный комплекс. Отечественную культуру невозможно представить без фильмов, спектаклей с участием гениального и искромётного Владимира Этуша, чей актёрский дар покорил без всякого преувеличения миллионы сердец. В любом деле важны верность, призвание и целеустремлённость. Но есть профессии, где ради общей цели требуется смелость и готовность рисковать своей собственной жизнью. Дмитрий Александрович Комаров испытывал разные модификации самолётов семейства Ил. Не раз выводил машины из сложных, аварийных ситуаций. Помогал выявить узкие места и тем самым повысить надёжность и эффективность крылатых машин. Он удостоен Ордена Мужества. За плечами Анатолия Алексеевича Иванишина длительные космические экспедиции, участие в многочисленных научных исследованиях. Мы высоко ценим заслуги космонавтов-испытателей. Вклад всего коллектива Центра имени Гагарина в сохранение лидирующих позиций России в освоении околоземного пространства. Желание выйти за привычные горизонты, расширить границы познания, главные качества всемирно известных учёных. К этой когорте, безусловно, относится Виктор Анатольевич Матвеев, директор Объединённого института ядерных исследований. Область его научных интересов, физика элементарных частиц. Особое внимание Виктор Анатольевич уделяет развитию международного сотрудничества в этой сфере. В этой связи хочу подчеркнуть, поддержка фундаментальных разработок проектов класса «Мегасайенс» будет обязательно продолжена. Это основа для научного технологического прорыва, которого нам необходимо добиться в интересах развития страны, повышения качества жизни наших граждан. Всё более наукоёмкой отраслью становится современная медицина. Сегодня крайне важно широкое внедрение передовых методов профилактики, диагностики и лечения. Это направление одно из ключевых в работе Виктории Владимировны Дворниченко, главного врача Иркутского областного онкологического диспансера. А технология борьбы с сердечной аритмией, разработанная академиком Амираном Шатаевичем Ревишили, используется сейчас во многих странах мира. За активное участие в общественной, политической жизни страны награду достойны Вячеслав Александрович Фетисов и Сергей Михайлович Миронов. Из коллег по Государственной Думе, человек эпоха и настоящая легенда, которого мы все искренне любим, Иосиф Давыдович Кобзон. Он отмечен знаком отличия за благодеяние. Иосиф Давыдович Кобзон всегда щедро по зову сердца дарит людям и свой талант, и свою поддержку, и заботу. Культура, искусство – универсальный язык, объединяющий и поколения, и народы. А когда люди творческих профессий обогащают свою деятельность благотворительными проектами, моральная, просветительская значимость культуры еще больше возрастает. Именно так глубоко понимают свою миссию Сергей Безруков и Денис Мацуев, реализующие успешные социальные программы. Сейчас наша страна принимает чемпионат мира по футболу. И символично, что награды будут вручены людям, посвятившим себя развитию спорта. Это Шамиль Анвярович Торпищев, Владимир Енадьевич Чагин, Иван Трофимович Душарин, Олег Васильевич Матыцын. Дорогие друзья, сегодня здесь присутствуют представители самых разных отраслей профессии. И судьба каждого из вас – это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины. Что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству. Поздравляю всех вас с высокими государственными наградами. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие социально-экономического, культурного, научно-производственного потенциала Российской Федерации и активную общественно-политическую деятельность, орденом «За заслуги перед Отечеством первой степени» награждены Бугаков Юрий Федорович, председатель племзавода «Ирмень», Новосибирская область. Этуш Владимир Абрамович, народный артист СССР, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени» награжден Фетисов Вячеслав Александрович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня большая честь сегодня быть в этом зале и получить высокую награду моей страны из рук человека, которого бесконечно уважаю. Конечно, в этот праздничный день хотелось бы сказать слова благодарности моим родителям. Они сейчас видят эту церемонию своей семье за ежедневную заботу, которая дает мне возможность делать свое дело хорошо. Конечно, в этот день я не могу не вспомнить моих друзей по команде. Мне повезло, я все время играл в тех командах, которые стали перед собой. Самая высокая цель. И, конечно, здесь таланты этих ребят помогли мне быть сегодня здесь вместе с вами. Хотел бы сказать слова благодарности наставникам, врачам, массажистам, тем людям, которые незримо делали тот результат, который команды мои добивали, с которых я играл. Но последние 18 лет я в команде президента нашей страны. Это совершенно другая задача, совершенно другие цели. Поэтому хочу вам сказать слова благодарности за ту поддержку. Все-таки мы должны говорить сегодня, что спорт, если говорить о нем, стал в нашей стране государственной политикой. Это не только голые очки, секунды, чемпионы. Это сегодня профилактика правонарушениям, алкоголем, наркотикам, табаку, формирования успешности. То есть спорт у нас стал тем стандартом жизни. И, конечно, это ваша заслуга. Спасибо большое. Не могу не сказать о молодежной политике, чем я занимаюсь в последнее время. Мне кажется, что вашими последовательными шагами молодежная политика становится у нас приоритетом. Может быть, даже и национальной идеей. Мы понимаем, что воспитать молодых людей – это значит создать тот задел на будущее нашей великой страны. Ну и хотел бы пожелать, Владимир Владимирович, еще несколько десятков лет поиграть в хоккей. Все-таки же, пример президента для всех – это дорогого стоит. Все-таки же, когда выходит президент на лед, то и губернаторы, и мэры городов понимают, что необходимо создавать условия, необходимо, в общем, это дело дальше продвигать. Удачи вам, дальнейших побед. Спасибо большое. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены Горобцов Виктор Васильевич, председатель колхоза имени Ленина, Калужская область. Матвеев Виктор Анатольевич, директор Объединенного института ядерных исследований, Московская область. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, не могу не начать с того, что это огромная честь получить награду столь высокую в этом историческом зале Кремля из рук президента страны. Я принимаю эту высокую награду как признание того вклада, который наша международная межправительственная организация, носящая имя Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, вносит в развитие международного научно-технического сотрудничества, укрепление связей наших ученых с их коллегами в мире. И, пользуясь предоставленным случаем, я хочу от лица многонационального коллектива нашей международной научной организации, который объединяет ученых и специалистов 18 стран-участниц и 6 ассоциированных стран, выразить глубокую благодарность правительству России и лично вам, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, за прекрасные условия, которые предоставлены нашему институту в его работе и, конечно, за вашу активную поддержку в реализации уникального научного проекта Мега-сайенс-класса, создания научного комплекса сферопроводящих ускорительных колец со встречными пучками тяжелых ионов, который в мире хорошо известен как проект тяжело-ионного коллайдера НИКа. Это высокая награда придает мне силы работать, не покладая рук, до завершения всех намеченных планов, и, конечно, я в значительной степени благодарен и опираюсь на поддержку моих коллег по институту, членов руководства и, конечно, на членов моей семьи. И вот я очень рад благодарен супруге, который присутствует в этом зале. А как член Российской Академии Наук хочу сказать, что искренне убежден в том, что разработанная по вашей инициативе, Владимир Владимирович, стратегия долгосрочного развития научно-экологического России позволит вывести нашу фундаментальную науку и высшее образование на самый передовой уровень в мире. А наш институт будет и далее развиваться, следуя высоким принципам, которые коротко выражаются лозунгом «Наука сближает народы». Спасибо большое вам. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дорогие друзья, ну, во-первых, я счастлив, что я родился в Великой России. Также я очень счастлив, что и для меня огромная честь, что получаю награду от величайшего человека современности, нашего президента. И я уверен, мы все из разных сфер деятельности, несмотря на все катаклизмы, которые творятся вокруг нас и не нами созданы, мы всегда с нашим президентом обречены на успех. Спасибо вам. Чагин Владимир Геннадьевич, директор некоммерческого партнерства КАМАЗ Автоспорт, Республика Татарстан. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица профессиональных спортсменов команд нашей страны, от огромной армии болельщиков, зрителей, любителей спорта, организаторов соревнований. Благодарите вас за личное внимание и поддержку в развитии нашего отечественного спорта. Мы видим все и прекрасно этому радуемся, что в последнее время появляются новые стадионы, новые спортивные центры, гоночные трассы, организовываются масштабные международные соревнования. И, конечно же, у всех вызывает восторг и уважение, а у россиян гордость, когда наш президент, как уже Вячеслав Фетисов сказал, одевает хоккейную форму, прекрасно себя показывает в кимоно, в силовых единоборствах. Ваше присутствие на открытиях соревнованиях, на трибунах вызывает в наших ребятах, спортсменах, какой-то скрытый потенциал. И они буквально на последних минутах, секундах матчей, на последних километрах вырывают золото из рук соперников, тем самым давая повод на подиуме всему миру слышать наш победный российский гимн. Обязуюсь вместе со своими коллегами, преданными спорту людьми, стремящимися сделать нашу страну сильнее и впредь служить делу развития российского спорта и отечественного автопрома. Спасибо большое за оценку нашего труда. Орденом за заслуги перед отечеством четвертой степени награждены Душарин Иван Трофимович, тренер Центрального спортивного клуба армии. Дорогие друзья, в первую очередь выражаю большую благодарность Владимиру Владимировичу вам. Именно вы инициировали процесс горной подготовки силовых структур страны, в которой мне пришлось участвовать. И именно, выполняя ваш указ, офицеры наших силовых структур проявили, будем говорить, понимание и вложили большой вклад в это дело. Но главное, я бы хотел выразить благодарность тем инструкторам альпинизма, гражданским специалистам, которые вложили опыт, знания в это дело и, будем говорить, создали эту систему. Поэтому огромное им спасибо. Я считаю, вот это моя награда, это знак уважения и благодарности всему нашему альпинистскому сообществу за вклад в это дело. Огромное спасибо. Иванишин Анатолий Алексеевич. Космонавт-испытатель Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Миронов Сергей Михайлович. Председатель политической партии «Справедливая Россия». Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за высокую награду. Я расцениваю эту награду как оценку позитивную работу моих товарищей по партии «Справедливая Россия», моей фракции по защите интересов граждан России. Пользуясь возможностью, хочу, уважаемый Владимир Владимирович, поздравить вас с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Поздравить всем, что впервые за 32 года наша сборная вышла в 1-8-ю. Ну и, конечно же, пожелать 1-го июля победы нашей команды. Спасибо. Орденом Александра Невского награждены Савельев Виталий Геннадьевич, генеральный директор компании «Аэрофлот. Российские авиалинии». Фролов Александр Васильевич, помощник президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно благодарю вас за высокую государственную награду. Я отношу ее к коллективу Гидрометслужбы России, в которой я работал много лет. Эта награда тем, кто несет вахту на труднодоступных станциях, обеспечивает население, отрасль экономики, прогнозами погоды, информацией, особенно важной в критической ситуации, связанной с стихийными бедствиями. Вы оказывали постоянную поддержку деятельности Гидрометслужбы. По вашим прямым указаниям, создана система предупреждения о цунами на Дальнем Востоке. Построен уникальный научный корабль «Академик Трешников» для российской антарктической экспедиции. Создана сеть научных обсерваторий в Арктике. Курчатовский институт, в котором я имею честь сейчас работать, нацелен на создание новых технологий, арктических технологий, адаптированных к экстремальным природно-климатическим условиям. Курчатовский институт является научным руководителем строительства мощного ледокольного флота России, создает атомную станцию малой мощности, которую потенциально можно будет использовать для снабжения теплом и электричеством отдаленных районов. Все это дает уверенность в быстром, эффективном развитии нашей российской Арктики. Спасибо за награду. Орденом мужества награжден Комаров Дмитрий Александрович, летчик-испытатель авиационного комплекса имени Ильюшина. Орденом почета награждены Ильин Владимир Николаевич, машинист-экскаватора Акционерного общества «Разрез Березовский», Красноярский край. Конюхов Федор Филиппович, руководитель школы путешественников автономной некоммерческой организации духовного, спортивного и культурного развития населения «Глобус». Уважаемый Владимир Владимирович, я благодарен за высокую награду. Это за те экспедиции, которые я совершил за свои 50 лет. Но я хочу сказать вам о главном. Мы сейчас с Артуром Николаевичем Челингаровым готовим экспедицию погружения в Марианскую упадину. И мы просим вашего и благословения, и помощи. Погружение в Марианскую упадину, самую глубокую, свыше 11 тысяч, выведет нашу страну на первый уровень изучения мирового океана. Я надеюсь, что Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего для нас сегодня всех великая честь находиться здесь и получить столь высокую оценку со стороны президента и правительства Российской Федерации. Я пользуюсь этой уникальной возможностью, хочу выразить вам признательность и от лица моих коллег Международной Федерации сказать огромное спасибо за те проекты, которые Российская Федерация гостеприимно организует. Это, прежде всего, Казанская универсиада, которая стала всемирно известной. Буквально менее чем через год состоится Всемирная зимняя универсиада в городе Красноярске. Но, наверное, еще более важно, что вы инициировали огромный импульс развития студенческого спорта в Российской Федерации. И сейчас мы видим, насколько ректорское сообщество, университетское сообщество, студенты активно занимаются спортом. И действительно, спорт стал поистине частью государственной политики. Поэтому спорт – уникальная энергия, уникальная сила, которая позволит, я уверен, нам, нашу молодежь консолидировать, не только российскую молодежь, но и показать, что Россия открытая, Россия достойна принимать любые международные проекты. Россия всегда была мирной, созидающей страной. Я желаю вам сил, здоровья и, конечно, процветания, благополучия и мира нашей великой Родины. Спасибо огромное. Мацуев Денис Леонидович, народный артист Российской Федерации, солист-инструменталист Московской государственной академической филармонии. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь получить эту награду. Я хочу сказать, что сегодня праздник, вот у меня праздник практически каждый день, потому что я выхожу на сцену от Америки до Японии. Конечно же, у нас, в моей любимой, дорогой России. Где бы я ни выходил, для меня это как последний раз, как первый, как экзамен. Где бы я ни выходил, я знаю, что мое сердце находится у меня дома, в моем родном Иркутске, который я никогда не забуду, где у меня проходит фестиваль, где живут мои друзья. Я хотел бы сказать огромную благодарность моим педагогам, Любовь Николаевне Семенцовой, Алексею Игоревичу Насеткину, Валерию Владимировичу Песецкому, Сергею Доренскому, моему папе, конечно же, Леониду Викторовичу, который находится здесь в зале, который до сих пор со мной сидит за роялем, как в детстве, в Иркутске, когда я ушел с футбольного матча и пошел на прослушивание новых имен, куда приехала уникальная женщина Эвета Николаевна Воронова, которая создала фонд «Новые имена». И вот могу сказать, что сейчас та команда, которая идет уже за нами, фантастических музыкантов, фантастических одаренных молодых людей, это наше будущее, это наша гордость, наша великая русская исполнительская школа. Я благодарю тех моих коллег, которые приняли участие в концерте на Красной площади 13-го числа, в преддверии чемпионата мира, я думаю, что вот этот градус этой эмоции передалась нашим футболистам, которые играли на следующий день. Я действительно очень переживаю за свою команду, я болельщик с 30-летним стажем, это мне передалось от моей бабушки. Очень много пересечений футболисты, музыканты, скажем, тренер – это дирижер, футболисты – это оркестр, тренировка – это репетиции, концерт – это матч. Даже когда я ехал сюда, расположение оркестра, рассадка оркестра, это очень напоминает практическую схему расположения футболистов. Вы знаете, первые, вторые скрипки – это нападающие, если говорить о нашей сборной, скажем, это Самедов, это Черышев с той стороны, первая скрипка – Дзюба, потом, значит, пошла у нас Вилончель – это Головин, Кларнет, Фаготы – это два опорника – Забнин и Газинский, 4 защитника, 4 волторны. Я думаю, что с испанцами будут играть 4 волторны, 4 защитника – это Фернандеш, Кутепов, Игнашевич и, конечно, Жирков, и ударник – Игорь Акинфеев. У нас осталось 4 дня репетиции, и, конечно, на концерте с испанцами мы покажем самую лучшую свою игру. Россия вперед! Никишина Вероника Олеговна, член коллегии «Министр по торговле Евразийской экономической комиссии». Паркаев Александр Иванович, токарь Ракетно-космического центра «Прогресс», Самарская область. Ревишвили Амиран Шатаевич, директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. АПЛОДИСМЕНТЫ Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья! Для меня, конечно, большая честь получить эту награду, но это, конечно, награда моего большого коллектива – научно-исследовательского центра института хирургии имени Вишневского, с которой полностью разделяем сегодня этот праздник. Центру в следующем году исполняется 75 лет. Это старейший, крупнейший в мире хирургический центр, в котором начинались первые операции по военно-полевой хирургии, а сегодня это малотравматичные, малоназимные операции, которые мы проводим тысячам и тысячам пациентов. Владимир Владимирович, я хочу вас поблагодарить за ту огромную заботу, которую вы оказываете сегодня в медицине. Онкология, все случаи заболевания – все под вашим вниманием. Медицинская общественность ждет изменений в этом направлении, потому что мы, конечно, достойны мощнейшей современной помощи с точки зрения медицины. Хирурги готовы к этому, наш 20-тичный отряд полностью воодушевлен, чтобы появились теперь такие возможности, из-за того, чтобы уделять огромное внимание этим проблемам. И надо сказать, что следующие годы у нас, безусловно, важны. Если вы разрешите от себя и от своего коллектива, пригласите вас на наш юбилей в 75-м, в 75-летие, в июне это будет. И там поговорить не только об успехах, но и о тех задачах, которые ставит наш огромный 20-тичный отряд хирургов. Спасибо вам большое, со столь высокой доверия. Юдин Виктор Владимирович, механизатор крестьянского хозяйства, Алтайский край. Орденом дружбы награждены Аминов Вячеслав Маркович, президент Федерации современного пятиборья России. Безруков Сергей Витальевич, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского губернского театра. Я человек в мирной профессии, занимаюсь театром и кино, но отвечу коротко, по военному, а главное со смыслом. Служу России. Дворниченко Виктория Владимировна, главный врач Иркутского областного онкологического диспансера. Уважаемый Владимир Владимирович, мне очень понравились слова господина Безрукова. Я тоже служу России и служу онкологии 45 лет. И благодарна вам, что вы теперь взяли над нами руководство, и теперь онкология станет победой. И мир узнает, что можно победить, если президент сам занимается и помогает нам. Спасибо вам огромное от всех онкологов России и от Стибирского федерального оборудования, где я президент. Огромное спасибо. Всем здоровья и всех побед. Спасибо. Папия Луц, генеральный директор компании Свис Крона, Костромская область. К сожалению, я не говорю по-русски, поэтому должен воспользоваться услугами переводчика. Хочу сказать, что для меня очень большая честь и награда получать здесь, в этом зале сегодняшний орден. Я уже в течение 14 лет работаю в Костроме и с удовольствием проработаю там еще много лет. Я думаю, что эта награда для всей нашей компании, которая присутствует в России с 2002 года, успешно производит продукты и успешно их продает. Думаю, иногда люди забывают о том, что генеральный директор компании мало чего может добиться без деятельной помощи и участия в своих сотрудниках. И именно им я хотел бы сегодня выразить признательность. Большое спасибо. Шабалина Надежда Федоровна, ведущий инженер-технолог компании «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан. Шатохина Лидия Николаевна, заместитель генерального директора агрофирмы Мценская, Орловская область. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за награду. Но у меня есть наказ от жителей Орловщины. 5 августа у нас состоится праздник, посвященный 75-летию освобождения города Орла. Приглашаем вас на праздник. Знаком отличия за благодеяние награжден Кобзон Иосиф Давыдович, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Многоуважаемый Владимир Владимирович, Уважаемые присутствующие, Знаете, я первый раз услышу название награды «За благие дела». Я хочу вам сказать, за благие дела я бы перевел другим названием «Спешите делать добро». Я хочу поблагодарить президента за благие дела, за то, что благодаря Владимиру Владимировичу мы обрели гимн великой державы, за то, что мы проводили достойно Говорухина Санислава Сергеевича. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за те благие дела, которые вы по скромности своей даже не замещаете, а мы это ощущаем на себе. Я хочу поблагодарить вас за Россию. На моей груди звезда Героя Донецкой Народной Республики, моей Родины. Я очень жалею, что в Украине сегодня нет благодеяний Владимира Владимировича. И хочу надеяться на то, что мы все вместе под руководством президента добьемся того, чтобы благие дела сопровождали вас, всех нас, ради России, ради будущего ее. Спасибо. Спасибо. Знаком отличия за наставничество награжден Варухин Николай Геннадьевич, директор Государственного областного учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина», Новгородская область. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие! 52 года я работаю с детьми, хожу в рейсы на учебных судах. Начиная от севера и кончая югом. Вот получая эту награду, я присоединяю ее ко всем этим наградам, которые я заработал вместе с нашими мальчишками. Они вместе с нами проходят всю подготовку, наставничество. Владимир Владимирович, очень здорово, что вы вернули вот это звание. Наставник – это начало всего в жизни. Это любая профессия, ее надо научить, показать. А это может показать и научить наставник. Старший товарищ, друг и помощник, и в то же время защитник. Вот смотрите, все сегодня наши суда работают с детьми. Это награда их всех, всех наших ребят. За 52 года у нас прошло обучение около 20 тысяч детей. Среди них 8 тысяч выбрали морские профессии. Начиная с военно-морского флота и подводной лодки, надводной корабли. Это рыболовный флот, это речной флот, это торговый флот и Совкомфлот наш родной тоже. Там работает очень много наших выпускников, от капитана до механика. И очень здорово, что вот со мной вместе мой сын. Это вот воспитательник, а я его наставник. Он с 5-летнего возраста со мной ходит в рейс. А сейчас он капитан судна и первый мой заместитель. Владимир Владимирович, у нас есть такая идея. Совершить на нашем большом учебном судне рейс Кронштадт-Севастополь. Вы представляете? Прийти в Крым, Севастополь, со всеми юными моряками по пути следования. Это Ярославль, Кострома, там везде клубы юных моряков есть. Кроме этого, мы единственный клуб в ходе морской ассоциации всего мира, куда входят 22 страны. В этом году ровно 20 лет, как мы защищаем и представляем там Россию. Мы в этот рейс можем пригласить морских кадуритов от Австралии до Канады, чтобы они вместе участвовали. И еще раз приглашаю к нам на наш клуб. Он уникальный и единственный в России в настоящее время. Спасибо большое за все. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Манучарову Вячеславу Рафаэлевичу, артисту Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. Для меня сегодня большая честь получить эту награду, высокую из ваших рук. Особое счастье, что сегодня в этом зале находится моя мама, которая всегда меня поддерживала и всегда верила в меня. Спасибо, мама. Я хочу поблагодарить еще одного человека, гениального актера, моего педагога Владимира Абрамовича Этуша, который воспитал целое поколение прекрасных артистов. Спасибо вам, мастер, что вы подарили и научили меня моей любимой профессии. Спасибо. Служу России. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» присвоено Доля Жанне Анатольевне, генеральному директору компании «Омская геологоразведочная экспедиция». АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие в зале, оценка труда важна для любого профессионала, но она ничего не стоит без своего коллектива. «Омская геологоразведочная экспедиция» 85 лет, поэтому создана благотворная почва для выращивания молодых специалистов, сохранения традиции и тоже наставничества. Поэтому это их заслуга тоже. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено Юзеевой Надежде Анатольевне, пекарю Магнитогорского хлебокомбината, Челябинская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Дюсеновой Гульнисе Нигматчановне, тоярке общества с ограниченной ответственностью Красносельская, Новосибирская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Дондаковой Римме Бурбуевне, учителю Ага-Хангильской средней школы имени Базара Бородина, Забайкальский край. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено Левченко Надежде Илларионовне, Старшему научному сотруднику акционерного общества «Каустик», Волгоградская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Акуловой Татьяне Петровне, электромеханику тяговой подстанции Чернышевск, филиала компании «Российские железные дороги», «Забайкальский край». АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я еще раз сердечно поздравляю всех награжденных. Здесь люди самых разных профессий, разных возрастов. Вы приехали сюда из разных регионов России. Денис Мацуев, мы с ним так обменялись двумя словами, он очень образно, красиво сравнил нашу сборную с симфоническим оркестром. Я думаю, что мы всю страну можем сравнить с симфоническим оркестром. У каждого есть своя роль, есть свое направление деятельности. Каждая отрасль звучит талантливо, красиво, неподражаемо. Особенно, если у нее есть такие замечательные солисты, как вы. Поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ